Здравствуйте и доброе утро! Вы смотрите наше утро, пробуждать, делиться полезной информацией. Сегодня будем с вами мы, Николай Ковалев. Владос Дедонис, здрасте, друзья мои, доброе утро. Коля, привет, давно не виделись. Как здоровье? Отлично, у меня здоровье теперь уже и начнем мы вас пробуждать важной и полезной информацией. Очень важной. Переболевших ковидом амурчан просят сдать плазму для тяжелых пациентов. Иммуноглобулин G, который вырабатывается выздоровевшим организмом, очень нужен для спасения тяжелых больных. Поэтому, если вы перенесли ковид и прошло уже 6 месяцев после того, как вы завершили свое лечение и полностью выздоровелись, то можете обратиться в центр крови, там вам все объяснят, и вы можете помочь другим людям излечиться от этого заболевания. Да, ну а прямо сейчас мы предлагаем узнать, что же ждет вас в сегодняшнем выпуске. Сегодня целый букет праздников и памятных дат. Мы расскажем о самых важных и интересных. Скромно, со вкусом отметим день шариковой ручки, а заодно расскажем о самых дорогих экземплярах. Зачитаем новости дальневосточных соседей. Каждый регион уникален своими событиями. В рамках утра сможете посмотреть и свежий выпуск новостей. Амурчане расскажут, в чем предпочитают выносить мусор и какой способ экологичнее. Психолог научит азам медитации. А наш гость, врач, даст дельные советы, как уберечься от инсульта. А редакционный астролог подскажет, стоит ли сегодня ходить на свидание представителям некоторых знаков зодиака. А теперь предлагаем познакомиться с важными и интересными событиями из жизни при Амуре. Их подготовили корреспонденты нашей службы новостей. 10 минут о важном и интересном. А затем снова встретимся в нашей уютной студии. Еще раз доброе утро всем, кто присоединился к нам только что. И нужно сказать, что сегодня знатный день. А знатный это день, потому что очень много ярких, важных и памятных моментов случилось именно в этот день 30 октября. И о первом расскажет Влад. Да, сегодняшний день можно считать днем основания российского военно-морского флота. Мне кажется, моряки в другой день отмечают свой профессиональный праздник. Это несколько иная дата, поскольку она очень такая знатная. И наша страна, в том числе благодаря Петру Первому, в направлении кораблестроения вышла на первые ряды в то время. Ну что ж, мы поздравляем всех тех, кто имеет отношение к флоту. А еще поздравляем всех тренеров и наставников. Потому что именно в этот день, 30 октября, отмечается день тренера. Какого-то официального статуса у этого события нет. Но тем не менее, если у вас есть человек, который направляет вас по жизни, учит чему-то полезному, важному и нужному, предлагаем всем прямо сейчас, но только после окончания нашей программы, взять в руки телефон, поздравить сообщением, звонком. А лучше, конечно же, лично поздравить всех тех, кто учит нас и делает нас лучше. Вот такой замечательный день. Слушай, а можно же воспользоваться служебным положением и поздравить своего тренера? Конечно. Вячеслав Анатольевич, я давным-давно не поздравлял вас с этим праздником. Но поскольку он неофициальный, но я все равно это сделаю. С праздником, дорогой мой тренер. Ну что ж, Владос, раз уж ты воспользовался служебным положением, тебе и рассказывать о следующей знаменитой дате. Слушай, отличная дата, поскольку мы не представляем своей жизни без этого предмета. В последнее время он даже стал таким знаковым для некоторых статусов, статусных людей. Маска, что ли? Я имею в виду шариковую ручку. Сегодня у нее день рождения. Потому что, ну, сам понимаешь, что такое ручки Паркер для бизнесменов. Но я предлагаю к этой теме вернуться чуть позже и немножко точнее об этом рассказать. Ну что ж, чуть позднее мы расскажем о том, какая же ручка была изобретена в этот день и какие ей самые дорогие ручки. А пока Нелли Козлова расскажет о важных событиях, которые произошли в истории нашего родного Преамурия. Смотрим «День в истории». 30 октября в России день памяти жертв политических репрессий. В сквере мира областной столицы по этому случаю провели митинг. К месту, где предполагали установить памятник, возложили цветы. На церемонии присутствовал экс-губернатор Олег Кожемяка, пострадавший от репрессий и представители подрастающего поколения. Инженеры, дизайнеры и программисты из Преамурия поделились разработками на форуме в БГПУ. Презентовали технологию создания виртуальных объемных изображений. Работник театра рассказал, как применяют технологии для создания реквизита. Представили даже человекоподобного робота, детали которого распечатаны на 3D-принтере. Возле ОКЦ в областной столице установили шкаф для свободного книгообмена. На книжных полках разместили около 60 экземпляров книг. От классической литературы до современной билетристики. Книжный шкаф с металлическим корпусом обошелся в 40 тысяч рублей. Проект реализовали за счет пожертвований. Кубок Европы по кикбоксингу выиграла амурская спортсменка Татьяна Пономарева. Чемпионка провела 4 тяжелых боя. Выполнила нормативы мастера спорта международного класса. На турнире в Словении выступили 523 представителей из 40 стран. В общем зачете сборная России стала первой. 200 первокурсников Амурского госуниверситета обучались волонтерству. Курс обучения длился три дня. За это время начинающие добровольцы учились организовывать флеш-мобы, проводить мастер-классы, узнали о традициях и перспективах развития волонтерской деятельности. Участники получили сертификаты и волонтерские книжки. Дорогие друзья, возвращаясь в нашу студию, напоминаем о том, что недавно мы рассказали о том, что сегодня день рождения шариковой ручки и прямо сейчас предлагаю поговорить о ней. Ведь шариковая ручка это теперь уже совсем не просто предмет, который мы пишем, и не важно какая она, перьева или шарикова, а настоящая инвестиция, которая не подвержена такому слову, как инфляция. Да, действительно, некоторые ручки, стоимость некоторых ручек доходит до сотен тысяч долларов. Я уже не говорю о действительно интересных экземплярах, которые стоят за миллион. Ну а о топе этих экземплярах мы сейчас вам и расскажем. Открывают топ самых дорогих ручек изделия марки Аврора Диамант. Итальянские мастера первыми в мире создали ручку, украшенную двумя тысячами бриллиантов общим весом 30 карат. Ее стоимость составляет 1 миллион 200 тысяч долларов. Вот это да. А второе место занимает ручка марки Мистери. Существует всего 9 экземпляров такой ручки. Три из них украшены рубинами, три сапфирами, а оставшиеся изумрудами. А помимо цветных драгоценных камней, подобные ручки украшают 840 бриллиантов. Цена этого коллекционного издания 700 тысяч долларов. Третье место. Прочно закрепилось изделие марки La Modernista Diamonds. Для создания этого изделия ювелиру потребовалось полгода. Основной материал бриллианты. На корпусе их более пяти тысяч. В 1999 году стоимость ручки составила 265 тысяч долларов. И так как цена была рекордной, то это событие было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Хотелось бы иметь такую ручку, иметь. Ну а четвертое место занимает ручка фирмы Man Blanc. Существует всего шесть предметов этой серии. Половина из них богато украшена сапфирами и бриллиантами. Стоимость одного этого, ну недорогого по коллекционным меркам издания, изделия составляет 180 тысяч евро. Пятое место. Вот у этой ручки. Ошеломительное изделие было выставлено на аукционе с ценником 175 тысяч долларов. Ее поверхность покрыта четырьмя тысячами бриллиантов, а сам корпус выполнен из 18-каратного желтого золота. Колпачок инкрустирован еще семью бриллиантами. На шестом месте изделие Королевская ручка. Инкрустировано более чем тысячу бриллиантами. Явно было создано для человека, который не боится привлечь к себе внимания. Материалом для корпуса служит 18-каратное золото с платиновым напылением. Логотип украшен 19 бриллиантами и даже на зажиме сверкает драгоценный камень. Обошлась она владельцу 150 тысяч долларов. А еще она умеет писать. Самая дешевая ручка из этого списка Ripple, выпущенная всего в количестве 39 экземпляров, может похвастать изящным пером из золота двух цветов, корпусом из 18-каратного белого золота и рисунком, выложенным бриллиантами прекрасной чистоты. Отдельные элементы ручки выполнены из черной ювелирной смолы. Создатели ручки подумали не только о внешних данных, но и об удобстве использования. Внутрь поместили сразу два резервуара с чернилами. Стоимость этого уникального изделия всего 57 тысяч долларов. Прогноз погоды наш написан, к сожалению, не такими коллекционными ручками, но от этого он не менее ценен и точен. А еще в нашей студии еще есть один прибор, который точно показывает, какая будет погода. И вот он, этот прибор коленки Влада. Что вы, что вы. Хотя точность прям-таки действительно невероятная. Я же предрекал, что будет дождь, переходящий в снег. Вот вам пожалуйста. А теперь, кстати, наши коллеги говорят о том, что приближается циклон. В общем, а он вообще от нас куда-то уходил? А потом к нам опять вернулся. Ну, в целом, хорошей погоды на предстоящие дни ждать не стоит. Но какой будет она точно, вы узнаете из нашего прогноза погоды. Спорт есть молодость. А еще спорт есть сила и холод. Ведь совсем скоро на Чукотке откроется уникальная воркаут-площадка. Несмотря на то, что там уже зима. Абсолютно точно, да. Гордость этой спортивной зоны, оборудование воркаут, комплект из семи турников. Шведской стенки, скамьи для пресса, брусья, турники для отжимания, рукоход двойной. Да. В общем, шесть турников. Это только минимум из того, что я перечислил. Ну, я надеюсь, что те, кто на Чукотке придут на эту спортивную площадку уникальную для воркаута, не примерзнут к турникам. И вырастут настоящими, серьезными спортсменами. Ну, а какие еще интересные события произошли у наших соседей по Дальневосточному федеральному округу, мы вам расскажем прямо сейчас. Соревнования гимнасток после большого перерыва начались в Хабаровске. Они продлятся два дня. На турнире выступят спортсменки из клубов и спортивных школ, краевого центра и Комсомольска на Амуре. Гимнастки разыграют медали в личном зачете и в групповых упражнениях. Владивосток снова в ритме джаза. В Приморской краевой филармонии стартует 17-й международный джазовый фестиваль, который станет основным событием осени. На фестивале будет представлена музыкальная программа авторского сочинения под названием «Твоя история». Сахалинцы могут увидеть картины из эпоксидной смолы и акрила. В Чехов-центре открылась персональная выставка Виктории Ведьмаковой. На ней представлены работы художника Бутафора. Виктория Ведьмакова – коренная сахалинка. Многие ее работы посвящены морской тематике. Их украшают ракушки, камни и песок, собранные на побережьях Сахалина. На Чукотке приобрели технику для оленеводческих хозяйств. Общая сумма затрат на новую спецтехнику и одежду для оленеводов составила 64 миллиона рублей. Вездеходы для СПК «Арбат» и сельхозпредприятия «Алой» уже доставлены на Чукотку. Прибыли также две машины «Зырянин» и «Трекул Хаски» для СПК «Чукотка». Тема оптимизации Мирненского театра заинтересовала Путина. Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал обсудить с руководством Республики Саха, Якутия, целесообразность слияния театров в небольших городах региона. Ранее на заседании Совета по культуре и искусству режиссер, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин рассказал Путину о присоединении театра из Мирного к театру в Якутске, как о примере неудачной оптимизации в этой сфере. Литературный музей имени Платона Айумского наградили высшей наградой Союза писателей России с золотой медалью Михаила Шолухова. В апреле этого года исполнилось 50 лет со дня открытия данного культурного учреждения. За полвека работы в музей побывали десятки тысяч человек, не только из Якутии и других регионов страны, но и других государств мира. Сегодня фонд музея насчитывает около 27 тысяч единиц хранения и ежегодно музей посещают свыше 6 тысяч человек, проводится свыше 200 экскурсий. Дорогие друзья, люди делятся на два типа. Эти два типа как раз таки и сидят сегодня в студии. Коль, у меня вопрос такой. Ты старовер? А, честно говоря, не знаю. Вот смотри, суть вопроса. Есть ли у тебя дома пакет с пакетами? Ну, пакета с пакетами у меня, к сожалению, нет. Потому что я честно признаю, что это неправильно для экологии, но мусор я выношу в пакетах, которые приобрел в магазине. Соответственно, пакета с пакетами дома у меня нет. Ну, вот, собственно, люди такие. Они либо в пакетах выносят мусор, либо в ведрах. То есть ты в ведрах выносишь? Чаще всего да. Стараюсь. Ну, вот мы решили узнать у благовещенцев, в чем они выносят мусор и как это влияет на экологию. Смотрим. Скорее всего в ведре, потому что пакеты, как мы знаем, пластиковые, одноразовые вообще не разлагаются. Дело в том, что одноразовый мешок лучше. Во-первых, ветер не будет цариться на улице, не в подъезде. Удобнее в мешке. Экологичнее в ведре. В мешке. Мешок пошел, выбросил, да и все. В одноразовом мешке. Проще мусорщикам даже. Он не разлетается, ничего. Удобнее в пакете, но экологичнее в ведре. В мешке, конечно. Мне кажется, лучше в одноразовом мешке, так как это более комфортно и удобно. Ну а прямо сейчас наступает время новостей. О самых интересных событиях расскажут наши коллеги. Но не забывайте о том, что через 10 минут встречаемся в студии нашего утра. В студии по-прежнему Николай Ковалев, Влада Сдедонес. Мы желаем вам доброго утра. Если вы проснулись только что, то сразу же, сразу порция интересной информации. Обычно в году бывает 12 полнолуний. Но в октябре 2020 их два. Да, я об этом знаю. Первое у нас произошло в самом начале месяца, 2 октября. А второе грядет вот-вот, уже оно начинается. Второе полнолуние. И, кстати, у этого полнолуния есть очень интересное астрономическое название, Влада. Голубая луна. Но тут, опять же, дело не в цвете. Дело не в цвете, поскольку так называют второе полнолуние, происходящее на один календарный месяц. Неважно, как выглядит это событие. Оно такое, можно сказать, редкое. На самом деле, событие достаточно редкое. Примерно раз в два с половиной года такое происходит. Ведь лунный цикл короче, чем солнечный. Но у вас, наши телезрители, сегодняшним вечером будет возможность второй раз за месяц полюбоваться луной. Да, да, да. А прямо сейчас давайте полюбуемся и послушаем астрологический прогноз. Увны. Сегодня вы можете столкнуться с проблемами на работе. Попробуйте взглянуть на вещи с другой точки зрения и придумать нестандартное решение. Неудачный день для бизнеса. Держитесь подальше от рискованных проектов. Тельцы. Хороший день, чтобы заняться собой. Уделите больше внимания питанию. Простые упражнения на свежем воздухе помогут зарядиться энергией. Естественность и открытость – вот что поможет наладить отношения с новыми знакомыми. Близнецы. Сегодня важно сохранять хладнокровие. Проблемы покажутся неразрешимыми. Не игнорируйте возможность принятия совершенно нового подхода. Спокойно принимайте советы, будьте гибче, чем обычно. Личные отношения идут не по плану. Сохраните спокойствие. Раки. Постарайтесь оставаться уравновешенным. По мере увеличения рабочей нагрузки вы легко справитесь с поставленными задачами и получите признание своей компетентности. Шансы на получение прибыли, увы, невелики. Львы. На вас обрушится критика на работе. Сразу же разработайте план улучшения ситуации и выполнения нерешенных задач. Не будьте скрытны в своих намерениях. Возможно, окружающие смогут вам помочь. Девы. Самообладание, полное позитивной энергии, говорит сегодня о том, что ваш ум и тело находятся в полной гармонии. Наслаждайтесь гармоничными отношениями в семье и с друзьями. Такие моменты позволяют вам увидеть, что вы за человек и какую роль вы играете. Весы. Ваше мышление изменчиво. Вы слишком пассивны и неуравновешены, чтобы браться за серьезные дела. Плохой день для налаживания контактов. Проведите день в одиночестве. Скорпионы. Если вы работаете в коллективе, то самое время сплотиться для достижения общей цели. Вместе вы сильнее. Принимайте советы с благодарностью. В любовных отношениях повышенное внимание партнера. Не стоит его игнорировать. Стрельцы. Работа, в которую вы вовлечены, имеет далеко идущие последствия. Перед вами открывается целый ряд новых карьерных перспектив. Потратьте время, чтобы тщательно рассмотреть их. Хороший день, чтобы избавиться от вредных привычек. Козероги. Полноценная любовная жизнь – это полдела в ваших отношениях, но не помешает уделить время культурной программе. Командная работа, в которой вы участвуете, проста и продуктивна. Водолей. На работе может возникнуть нестандартная ситуация. Не волнуйтесь слишком сильно, верьте в свои способности и изобретательность. Действуя осторожно и терпеливо, вы сможете преодолеть все сложности. Рыбы. Обладая способностью принимать наиболее разумные и целенаправленные решения, вы найдете точный подход к их действию. Не позволяйте себе быть слишком самоуверенным, проверяйте свои идеи и предложения, прежде чем применять их. Накануне был день борьбы с инсультами. Эта болезнь уже давно перестала быть возрастной, поражает она даже молодых. О том, как спрогнозировать, а главное уберечься и выявить первые признаки, мы сегодня поговорим со специалистом, с доктором Ириной Житковой. Она заведующая консультативно-оздоровительным отделом Амурского центра медпрофилактики. Здравствуйте. Доброе утро, Ирина. Действительно, вот правильно Николай сказал, что болезнь молодеет. Это чистая правда. Почему грозит инсульт молодым людям в нынешнее время? Ну, одно время действительно мы наблюдали статистику, что это возраст старше 60 лет. Теперь мы видим, что 30%, это почти одна треть, поражает инсульт людей трудоспособного возраста. Опять сразу задается вопрос, а почему вдруг молодежь сюда подключаться начала? Ну, это и наш темп жизни современный, когда все на бегу, все на скаку, и когда мы медики говорим, соблюдайте режим дня, то есть вы должны определенное количество времени учиться, трудиться, отдыхать, восстанавливаться. Плюс, как ни странно, вот эти перекусы на бегу, вот это сухоедение, то есть нарушаются тоже у нас процессы обмена и углеводов, и жиров, что ухудшает качество сосудов, а инсульт – это как раз нарушение кровоснабжения головного мозга, то есть страдает сосуд, который питает. А что же тогда делать современному человеку, который живет в этом современном бесконечном ритме, что же нужно такого в этом темпе, что же нужно сделать такого, чтобы себя как-то увести, из группы риска вывести? Вот мы сейчас назвали, что есть группы риска, это, допустим, лица пожилого возраста и лица, у кого в роду были какие-то сердечно-сосудистые катастрофы или события, сейчас мы так иногда называем, и также наличие факторов риска. То есть это не непосредственная причина, которая приведет к этому, а то, что может способствовать создавать базу, так скажем, трамплин для, это, конечно, повышенное давление. Поэтому мы и говорим, что у нас 40% населения после 40 лет имеют гипертонию, мы говорим, контролируйте давление, ходите на медосмотры, проходите профосмотры, диспансеризацию не пропускайте. Это курение. Вот как бы банально и избито не звучало, никотин, сосудистый яд, он разъедает внутреннюю выстилку сосуда, и вот эта образовавшаяся ранка должна чем-то зарасти, закрыться. И жиром она залипается, и так просвет сосуда уменьшается. Это люди, которые имеют избыточную массу тела, то есть это и механическое, и сопротивление, нарушение процесса обменом, и эндокринные сбои. Это люди, у которых есть нарушение сердечного ритма. Я вот здесь пример привожу. Если вы равномерно тесто взбиваете, оно без комочков будет. А когда вы дрык-дрык, да, то тесто с комочками. И так и тут. Вот это тесто с комочками, это, как вот я говорю, как кровь, и в нём тромбики образуются. Вот это может быть фактором риска. Недостаточное движение. Вот наш век вроде бы все бегают, и многое-много, особенно некоторые говорят домохозяйки. Вы представляете, сколько я телометраж? Вот сейчас на часах всё, да? Но тем не менее гиподинамия – это бичи 20-го и 21-го века у нас теперь, потому что много всё через интернет и компьютерные технологии мы себя как бы экономим, бережим. Вот эти факторы риска, когда мы начинаем коррегировать, устранять или их нивелировать, уменьшать их воздействие. В этом случае мы защищаемся. Ну, конечно, вот не все моменты мы можем оговорить. Например, если в роду у кого-то были заболевания, заболевания – это же уже генетический материал, который я получила от своих родней, я его не могу исправить. Ну, тогда я должна понимать, что, допустим, мне в ночь работать нельзя, или мне там с быстро движущимися предметами, которые вызывают напряжение сильное, тоже желательно, ну, как скажем, выбирать такие профессии, которые бы не способствовали тому, чтобы эти факторы заработали и включились. Тогда у меня возник вопрос. Я как современный человек, сейчас вот у всех есть современные, вы уже просто помянули, современные гаджеты. Мы понимаем четко, что это не медицинские приборы, но, тем не менее, они показывают многие из них и частоту сердечных сокращений, давлений, насыщения крови. Вот наличие таких гаджетов – это скорее плюс, и что-то они все-таки могут какие-то отклонения показать, или все-таки только к врачу? Вот смотрите, это ориентир для человека. Это как звоночки, как маркер, что что-то неблагополучно. Пусть даже будут какие-то искажения. Например, я вот в покое сижу, у меня пульс 64. Сейчас я буду быстро, громко говорить, доста пульс. Это нормальная физиологическая реакция. Поэтому человек просто должен понимать, как он должен эти цифры интерпретировать. Если он бежит там утром, утреннюю пробежку, увидит пульс 120, это нормальная физиологическая ответная реакция на предъявленное к организму требование бежать. Потом вопрос в том, через какое время этот пульс вернулся там, или мы говорим там, сколько мы шагов прошагали. То есть это ориентиры для человека. А когда уже точно нужно обратиться к врачу, а когда он может, так скажем, если у него даны до этого рекомендации, как ему быть с этими показателями? То есть я считаю, что это плюс, да. Хотя вы правы, это не медицинский прибор, и на точность они не рассчитаны, но они являются как нашими, помощниками нашими, подставщиками. Если не ссылаться на эти самые гаджеты, как определить, что у человека инсульт? Вот зачастую бывает так, что человек, у которого случилось это состояние, он может сам не распознать себя. Он же не обязан больной знать, какие у него признаки. А вот со стороны наблюдателей, бывает это и дети, или даже кто-то пожилый, или просто посторонний человек, что может насторожить на то, что у человека что-то нехорошо? Это появление асимметрии лица. Например, угол рта как бы опущен, да, или слюна подтекает, бежит. Или какой-то глазик, как я говорю, грустит и плачет, слезинка катится. Если человек смотрит вот такими вопросительными глазами и пытается что-то сказать, но у него каша во рту, вот именно вот это слово каша во рту тоже таким признаком является того, что наша голова неправильно командует речевыми. Если человек может говорить, это нарушение зрения, там двоение в глазах или мелькание. Мы можем попросить человека выполнить какие-то команды, например, улыбнуться, он одной стороной лица улыбается, другой нет. Можем попросить поднять руки, то та сторона, которая поражена, то человек ее может пытается поднимать или не поднимает до конца, или если поднял, то он ее не удерживает, она у него опускается. Может быть резкая головная боль, которая необычная и не проходит длительно и долго. А может головной боли не быть, просто человек не понимает, что с ним какая-то слабость. Как некоторые молодые люди говорят, вот я говорил, говорил по телефону, а потом вдруг я понимаю, что я, то есть он понимает и осмысливает, что происходит, но озвучить это не может, допустим, или держать тот же телефон не может. То в этом случае окружающие, да, вот эти признаки асимметрии лица, слабости, не менее невозможности говорить, они должны заподозрить, что что-то с человеком нехорошо. Если вот вдруг, не дай бог, кто-то увидит такие признаки, что нужно делать и как срочно это нужно делать? Случится это может с кем угодно и в любом месте, поэтому на себя не берем никакую ответственность, вызываем скорую помощь. С любого сотового оператора 103, будь то Йота, Билайн, там, Мегафон и так далее, 103 набираем или 112. Здесь какие у нас особенности? Если на телефоне нет, ну, на симке там нет денег, да, если симка отсутствует, то 112 срабатывает всё равно, то есть дозвониться мы можем. И во время звонка нужно чётко объяснять. Я Житкова, нахожусь на улице такой-то, передо мной человек-мужчина примерно такого возраста, что случилось неизвестно, допустим, он без сознания. То есть вы обрисовываете ситуацию. Для чего это нужно? Чтобы бригада могла среагировать. Если это ребёнок, детская выезжает специалисты. Если это взрослый человек, выезжают взрослые специалисты. Если он, допустим, в сознании разговаривает, и вы даже не можете пульс там и всё контролируете, он, ну, не то, что контролируете. То есть нужно донести как можно больше информации для бригады. Информации, да. В этом случае выезжает обычная бригада. Если он без сознания, и вы не знаете, что, тогда выезжает реанимационная. То есть это для того, чтобы оперативнее реагировать на информацию, которую я поступила. Но тут есть какой-то определённый промежуток времени, когда вот прям идеально нужно оказать помощь, вот есть какой-то некий час, да? Четыре с половиной часа, если я не ошибаюсь. Вот, да, в некоторых ситуациях у нас есть так называемое правило золотого часа терапевтического окна, и каждый раз называются какие-то временные интервалы. Дело в том, что мы уже сказали, что инсульт – это нарушение мозгового кровообращения, и оно может возникать по некоторым ситуациям. Может тромбик закрывать просвет сосуда, или может сосуд разорваться и кровь излиться из сосуда в головной мозг. В этом случае есть возможность воздействия терапевтическими препаратами, то есть лекарства, которые, если этот тромб есть, то они могут растворять, или лекарства, которые, допустим, влияют на свертываемость крови, на тонус сосудистой стенки, и они работают вот в этот интервал. Когда случаются необратимые изменения, в этом случае препарат мы будем вводить, но его место приложения и работы уже будет, к сожалению. И плюс к тому же есть период, когда есть жизнеспособность нашего мозга, и если долго этот участок, который отвечает за какую-то функцию, например, задвигательную, он остался без кровообсобжения, без кислорода, без питательных веществ, то эта часть мозга, необратимое изменение, ну, некроз, смерть. Это очень серьезная тема, на которую мы могли бы разговаривать, как мне кажется, не менее часа, согласитесь со мной. Да, только курение, если взять тему и раскрывать. Если только курение, да. Но давайте в завершение нашей беседы один вопрос. Может ли произойти полное восстановление после перенесенного инсульта? Ну вот, условно, можно разделить инсульты на три вида. Это ишемический инсульт, геморрагический и кровоизлияние под мозговые оболочки. Вот у каждого из этих инсультов есть разные прогнозы. После ишемического инсульта восстановление возможно и полностью, и в зависимости от того, в бассейне какого сосуда произошло это, каков масштаб катастрофы, то есть объем. Если это крупный сосуд, то это большая территория может быть. С возрастом, так скажем, восстановление более трудное, более долгое, и 60%, к сожалению, остаются инвалидами. В молодом возрасте пластичность выше, но иногда бывает это настолько быстро и внезапно. То есть, еще раз говорю, зависит и от вида инсульта, и от того, какой сосуд поражен, какая зона бедствия у нас будет охвачена. То есть маленький сосудик, может быть, как мы говорим, микроинсульт или локальные инсульты, то восстановление здесь с большей вероятностью будет стоп-соции. Спасибо. Ирина Тимиршина, благодарим вас за интервью, важную информацию. Теперь мы все знаем, что нужно очень внимательно наблюдать за своими близкими и, если что, оказать им помощь, вызвав скорую помощь. Ну и знаем мы теперь, что один из способов уберечься, это побольше отдыхать и расслабляться. А если в вашем ритме жизни нет времени для того, чтобы качественно отдохнуть, психологи, например, рекомендуют медитацию. А как это сделать правильно, сейчас расскажет наш психолог, предлагая посмотреть и послушать. Доброе утро. Современный ритм жизни практически не оставляет человеку возможности отдохнуть и расслабиться. Так как же сделать это за две минуты? Вам поможет медитация. Медитация – это не то, о чем вы слышали. Это не сидеть в позе лотоса и петь ум. Медитация – это гораздо легче и проще. Все, что вам необходимо, это две минуты свободного времени и удобная поза. Вы можете сидеть или лежать, это не важно. Вы можете медитировать на какой-то звук, либо на какое-то изображение, либо даже на собственное дыхание. Самый простой вариант – медитация на собственное дыхание. Сядьте, расслабьтесь и внимательно следите за тем, как вы делаете вдох и как вы делаете выдох. Обратите внимание, как воздух наполняет ваши легкие, расправляет грудную клетку. Сосредоточьте все свое внимание на дыхании. Понаблюдайте за тем, как воздух постепенно расправляет ваши легкие, и как так же медленно и постепенно он покидает их. Закройте глаза. Прислушайтесь к тем звукам, которые доносятся вокруг. Это может быть шум машин, пение птиц, разговор на улице. Выберите для себя что-то одно. Например, щепет понравившиеся вам птицы. И постепенно вокруг вас все остальные звуки будут стихать, уходить на задний план и постепенно растворяться. Сначала вам будет очень трудно сосредоточить все свое внимание на чем-то одном, но со временем вы научитесь. Ежедневная практика в течение 30-40 секунд поможет вам научиться избавляться от ненужных мыслей и тревог. Регулярная медитация поможет вам зарядиться бодростью и энергией и улучшит качество вашей жизни. До новых встреч! Продолжение следует... Подготовит для вас много ярких, интересных программ. Поэтому оставайтесь с нашим телеканалом. Ну а на следующей неделе вновь будет наше утро в эфире. Да, пока. Спасибо. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!